Это дом на улице Вишневой, что в СНТ Уралочка, вспыхнуло накануне около полуночи. Огонь запер внутри двух детей 6-10 лет. Родители вроде как возвращались из гостей. Отец бросился спасать сына и дочь, в итоге пострадали все трое, особенно дети. Их доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи сделали все, что могли. Сейчас пострадавшим лучше, детей перевели из отделения интенсивной терапии. По предварительной версии, причиной большой беды стало короткое замыкание. Огнеборцы разводят руками. Классический сценарий. Показательный пожар. У нас на территории города Оренбурга, Оренбургского района уже таких произошло более 25. В области таких дачных пожаров с начала года вспыхнуло 55. 5 человек погибли, 13 серьезно пострадали, в том числе 4 ребенка. И это при том, что круглый год по СНТ окрестностям курсируют межведомственные комиссии со спасателями во главе. Тем, кто остается зимовать, раздают памятки, проводят мастер-классы по использованию печных заглушек и электрооборудования, проверяют исправность дымоходов. Вот только такая большая работа мало отражается на цифрах статистики. Отчасти потому, что желающих укорениться на дачах все больше. О, здесь полгорода почти живет. Ну, может, домов 300. В этих невишневых садах круглые сутки слышится стук топора. Не рубят, строят. Коттеджи, хибарки, домища и домишки. Вместо сарая комнатку сделали. Там с верандой сделали кухню. Еще маленькая была веранда, сделали туалет. В этом перекроенном на спехдоме зимовать собираются 4 человека. Взрослый ребенок. Причина проста. На полноценное жилье у семьи денег нет. Есть только на полноценную дачу. Печка кирпичная у нас. Мы дровами топимся. С лета начинаем заготавливать, складываем. Кто клал печку сами? Ну, знакомый клал. В то, что самодельная печка, по сути, пороховая бочка, верить здесь отказываются. Говорят, чувствуют себя в полной безопасности. А сложности, связанные с непогодой. Но ведь это такие мелочи. Если очень много снега, вот только большая эта сложность, то вот это в России тяжело. То, что для дачников мелочи, для медиков настоящая мигрень. Какой СНТ? Газовик? Овчинный городок или весенний? Если на одном конце провода позывной СНТ, значит квест начался. Ведь ни в одном навигаторе нет ни одной карты, ни единого дачного массива. Зато сколько улиц дублеров. Вишневых, абрикосовых, виноградных. Добавьте к этому подъездные пути, которые здесь скорее роскошь, нечищенные улочки и получите будни врачей скорой помощи. От дачных постояльцев в месяц здесь принимают до 400 звонков. Даже если мы нашли улицу, не все дома пронумерованы. Потому что, да, может быть один-два номера пронумерованы, а остальные оставаться без номерных знаков. Это очень сложно. Ну и вызывающие тоже. Они вот говорят, да, допустим, садоводческое общество Мичурениц. Мичурениц есть везде, да, а вот именно СНТ какое-то. То есть и где находится территориально, там ближе к Ивановске сады, там за аэропортом дачи, там не знаю, овчинный городок. Вот такие вот моменты. Мы никого никогда не бросим, даже если у нас, мы знаем, что там пациенты, если даже машина не может проехать, да, берем чемоданы в руки и пошли пешком. Вот, но это, естественно, удлиняет и время доезда до пациента. А время на скорой дороже денег. Здесь жизни порой стоят считанные минуты. Несмотря на все эти сложности, массовое переселение в СНТ лишь набирает обороты. Семья Ивановых, например, собирается сначала строиться, потом прописываться. В этом доме четверо детей. Самый младший родился на даче. В тот момент, когда мы сюда приехали, у нас не было возможности квартиру купить. Вот именно ту сумму, которая была, мы могли дачу купить, потому что покупать комнату на эти деньги и жить со всеми детьми как-то. А здесь на природе. На природе дышится свободно. От холодов спасают обогреватели. Здесь они в каждой комнате. У нас электрическое отопление. Но это обогреватель, пока мы центральное отопление не запускаем, потому что еще пока рано, так это тепло, это просто так временно. И это при том, что дачные электросети, как правило, рассчитаны на лампочку-донасос. Именно поэтому, когда их нагружают всеми бытовыми благами, они не выдерживают. Люди используют нагревательные устройства. Как правило, они кустарного изготовления, чревата возгоранием, чревата перегрузкой сети. И как результат перегрузка сети сказывается на выход из строя трансформатных подстанций. Буквально в прошлом году такой случай был у нас СНТ-садовод, СНТ-нефтехимика оставались без света. И это еще не самое страшное. Потому прежде чем вить гнезда на дачах, пускать корни, обживаться и строиться, нужно позаботиться о безопасности. Как бы банально это ни звучало. Прежде всего, люди должны заявить о себе, как о тех, кто хочет проживать и, соответственно, хочет пользоваться электрической энергией в том объеме, который будет позволять ему комфортное проживание. Это, как правило, необходимо приходить в сетевые компании, подавать заявку на увеличение мощности. Соответственно, мы будем знать, где люди хотят жить, где хотят пользоваться, в каком объеме электрической энергии, мощностью. И знать, где необходимо проводить реконструкцию сетей, увеличивать мощность трансформатных подстанций. Нельзя сказать, что все поголовно постояльцы дачных массивов беспечны и безответственны. По озвученному пути идут все чаще. Не единицы, но, к сожалению, и не тысячи. Потому, видимо, цифры статистики никак не хотят снижаться. Ирина Киселева, Максим Максимлюк. Наше время.